Всем привет, друзья мои! Меня зачастую спрашивают, какими поводками я пользуюсь. И в частности, какими поводками я пользуюсь при ловле троллингом. Итак, начнем с общего. Ранее я перепробовал массу разных поводков, в том числе это были тульские поводки. Это вот тоже Тула, но я не знаю даже, что это за производитель. Вот такие поводки мне раньше очень нравились, и я ими пользовался. Поводки из очень мягкого материала. И практически не имеют никакой памяти. Что это за материал, затрудняюсь сказать, но это явно что-то металлообразное. Поводки были даже очень хорошего качества. Но единственное, со временем они стали стоить безумных денег. Просто безумных. Мне пришлось переключиться на производителя Контакт. Но у них я столкнулся с той проблемой, что сильно длинных поводков у них не было. То есть максимально было 80 сантиметров. И поводки были из очень толстого материала на 60 килограмм. Ценник, к сожалению, у Контакта тоже недешевый. И со временем стал расти с их непопулярностью. Пробовал я разнообразные другие поводки из похожего материала. Они меня тоже устраивали, но периодически они, допустим, пропадали из продажи. Постоянно я их приобретать не мог. Пробовал я и более дорогие поводки, но, к сожалению, у них с размерами вообще была беда. Каннелевские поводки неплохие. Но, опять же, я бы не сказал, что они лучше тульских или Контакта. Застежки здесь старого образца, но, кстати, довольно-таки неплохие. Верплюги здесь ужасные. И со временем я пришел к поводкам от Верелина. Поводки просто и надежно. Моими любимыми поводками стали вот такие поводки 100 см, то есть метровые, с нагрузкой 30 кг. Чуть позже компания просто и надежно стала производить метр пятьдесят поводки с нагрузкой 30 кг. Если честно, компания стала производить по нашей просьбе такие длинные поводки. Мы послали им запрос, и компания пошла нам навстречу. У компании просто и надежно появились поводки полтора метровые с нагрузкой 30 кг. Я всегда рекомендовал использовать длинные поводки. И один из плюсов является то, что мы всегда можем заранее увидеть, когда рыба появится на поверхности. Когда нам пора среагировать. Нашему напарнику легче реагировать. Он всегда может увидеть начало поводка и среагировать вовремя. Появление начала поводка из воды нам дает сигнал. Вот-вот появится рыба. У производителя просто и надежно также появился поводковый материал с обжимными трубочками. В этом варианте вы можете сами сделать нужную вам длину. В таком наборе за 115-120 рублей вы приобретаете 2,5 метра поводкового материала. Поводковый материал из 7 нитей. В комплекте идет 20 трубочек. В последнее время очень модно использовать титановые поводки. Поводок этот практически не деформируется. Он не имеет памяти. В этом его громадный плюс. Титановые поводки на сегодняшний момент очень популярны, но они очень дорогие. Применять такого плана поводок можно в разных условиях. При ловле сама, при твичинге, при ловле на вертушке, колебалке. Также многие используют его при троллинге. Это титановый поводок, который очень популярен у сегодняшних рыбаков. Иногда я использую косичку из флюрокарбона. Как ее плести, у меня есть видео на моем канале. Косичка чем хороша, что она состоит из трех нитей. И щука ее, допустим, не сразу может перекусить. В том числе и саму. Она не сразу подвластна. Почему я использую иногда флюрокарбон? Бытует мнение, что флюрокарбон в воде менее заметен. Что когда мы используем флюрокарбон, поклевок у нас в разы больше. Но на моей практике я бы не сказал, что это так. Но все же иногда хочется в это верить. И я так же, как многие, ставлю флюрокарбон или флюрокарбоновую косичку. Итак, друзья мои. Каким же должен быть троллинговый поводок? Первое, это то, что троллинговый поводок должен быть очень прочным. Второе, троллинговый поводок должен быть длинным. Третье, троллинговый поводок не должен иметь сильную память. Ну и четвертое, поводок не должен гудеть. Ну а теперь, друзья мои, обо всем об этом и поподробнее. Наш поводок должен быть прочным. Его составляющие должны выдерживать очень приличные нагрузки. Особенно, если мы ловим трофейную рыбу. К этому мы должны подойти очень серьезно. Самые слабые места у поводка, это места обжимов, вертлюг и застежка. Эти составляющие должны мы очень тщательно проверить. Что касаемо вертлюжка. Когда мы ловим на воблеры, особо он нам и не нужен. Особенно, когда мы ловим трофейную рыбу троллингом. Тот вид ловли троллингом, на который ловлю я. То есть троллинг в один спиннинг со спиннингом в руке, и мы ловим на поклевке. Итак, друзья мои, в таких случаях я, как правило, откусываю вертлюг, считая его одним из самых слабых звений в нашей цепочке. Спросите, почему вертлюг на поводке под большой нагрузкой может сломаться. Могут выскочить звенья, или попросту он может расщепиться посередине. Он может быть бракованным или просто слабым. И чаще всего у вертлюжка выскакивают именно звенья. Вы можете, конечно, мне сказать, покупай нормальные вертлюги, поводки, и у тебя с этим проблем никаких не будет. Друзья мои, возможно, вы и правы. Но у меня, друзья мои, на практике были совсем другие примеры. Порой просто парадоксальные происходили вещи. Вы не поверите, и поводки качественные, и вертлюги дорогие на них вроде бы как стоят. Но бывают вот именно какие-то такие случаи, когда мы теряем трофейную рыбу, и именно все это дело происходит именно из-за какого-то слабого звена. Когда застежка, вертлюжок, из-за какой-то мелочи происходит такая неприятная ситуация, когда мы теряем свой трофей. Вместе с трофеем, соответственно, можем потерять свой и дорогой воблер. Это, друзья мои, сугубо мое мнение. Каждый ловит, как хочет. Что же касаемо длины поводка. Поводок должен быть длинным. Я бы сказал, максимально длинным. Настолько длинным, насколько нам может позволить наш спиннинг. Для чего же это нужно? Для чего же нам нужна такая длина? Я уже на самом деле неоднократно показывал и рассказывал об этом. Нужно это для сохранения нашей плетенки. И для того, чтобы максимально подстраховать нас при ловле сама. Начнем, друзья мои, по порядку. Сохранность плетенки. Немного о сохранности плетенки поговорим. Длинный поводок спасет нас в том случае, если мы ловим на сильных перепадах. На закоряженных местах. На высоких бровках. В таких местах наша плетенная леска очень сильно повреждается. Проходя через эти препятствия. Вообще, на самом деле, через любое препятствие, через которое проходит наша плетенка, она повреждается. Чуть меньше, чуть больше. Но она трется. Особенно в тех местах, где есть ракушечник, какие-то арматуры или глиняные песчаные бровки. Да неважно, даже если это илистый свал, на котором находится ракушечник, так же плетенка перетирается. Любые сильные перепады, возвышенности, через которые проходит наша плетенка, повреждает нашу плетенку. И вот в этом случае длина поводка очень сильно влияет на это. То есть, чем длиннее поводок, тем шанс спасти нашу плетенку от этих порезов возрастает. Еще, друзья мои, такой совет. Бровки бывают очень высокие. И, конечно, метровый, полутораметровый, даже двухметровый поводок не всегда нас спасет. Есть стены, которые достигают пяти метров, четырех метров, ну, неважно, шести метров. Тут, конечно, ни один поводок не поможет. И если мы ведем наш воблер через такую стену, и нам нужно поднять на эту стену, не пройти не вдоль, а поднять на эту стену, что такое часто бывает, вот здесь очень сильно повреждается плетенка. И здесь мы ничего не можем сделать. Но в таком случае, если мы ловим, и мы знаем, что мы ловим на таких местах, нам нужно хотя бы раз в два дня, в три дня, ну, чем чаще, тем лучше, на берегу проверять нашу плетенку на момент повреждения. И смотреть уже надо расстояние где-то 3, 4, 5, 10 метров, на протяжении даже 15 метров мы проверяем свою плетенку на момент ворсистости, на момент порезов нашей плетенки. Это, друзья мои, очень важный момент, о котором даже мало кто знает. Или просто даже не догадываются об этом. Вот одна из ситуаций. Вроде бы все нормально. Мы ловили, ловим, продолжаем ловить, но попадается у нас хороший трофей, и вдруг бац, сильный удар, и нежданчиком у нас обрыв. Почему? Непонятно. Плетенка оборвалась в месте Х. Даже не там. Вы понимаете, просто вы потеряли довольно-таки приличное количество, скажем, плетенки. Предполагает. И почему же это произошло? Вы начинаете думать, гадать, непонятно что, грешить на качество, скажем, плетенки. А на самом деле где-то плетенка была повреждена. Проходя через какие-то высокие свалы, через высокие бровки, так называемые стены. Под водой на самом деле очень много так называемых стен, которые доходят до очень высоких размеров. Это бывают 6 метров, 7-8 метров, даже вот такие перепады. У многих наверняка было неоднократно. Когда вот на такую стену мы пытаемся затащить воблер, воблер упирается туда, и как будто у нас глухой зацеп. Как будто воблер куда-то попал. На самом деле наша плетенка как по массу врезалась в эту бровку, в край бровки, воблер застрял в стене, и мы не можем его вытащить. В таких случаях никогда не дергайте, вернитесь назад и по течению спокойно вытащите. Но вот после этого особенно я рекомендую проверить энное расстояние нашей плетенки. Я больше чем уверен, что многие это никогда не делали. Ну и второе, конечно, друзья мои, это тот фактор, когда мы пытаемся обезопасить себя, скажем, от щучьих зубов или от самови щетины, от рыбьих зазубренных шипов, которые также имеются у определенных видов рыб. Скажем, допустим, у сома. На грудных плавниках есть зазубренные шипы, которыми он запросто перетирает нашу плетенку или леску. Также непосредственно сом перетирает и щетиной своей. Но если от щетины мы можем спастись, скажем, поводком 50 сантиметров, то уже от грудных плавников 50 сантиметров нас не спасет. Тут нужно хотя бы иметь метровый поводок. При ловле на большие приманки, при ловле троллингом я даже особо не опасаюсь щучьих зубов. Щучьих зубов надо опасаться, наверное, когда мы ловим твичингом или используем небольшие приманки. Здесь, да, вероятность того, что щука перекусит нашу плетенку, откусит нашу приманку, вероятно, если мы не будем использовать поводок. Или даже были такие ситуации, когда рыбак использует короткий поводок и твичит приманку, щука промахивается и срезает вместе с поводком, чуть выше поводка, приманку. Такое было неоднократно даже у моих знакомых. Многие даже рыбаки стараются при твичинге ставить более длинный поводок. Но это бывает крайне редко. А так, при троллинге с большими приманками у меня не было ни разу такого, чтобы щука срезала у меня приманку. Я этого не боюсь. Возможно, где-то есть места, где водятся большие крокодилы, где водятся громадные щуки, которые могут просто-запросто проголотить мою 125-сантиметровую, 125-миллиметровую мою приманку, скажем, 12-сантиметровую, 13-сантиметровую, и срезать ее. Но где я ловлю, такого нету. То есть в Астраханской области я не сталкивался с такими ситуациями. Я ловил щуку и на 5 килограмм, и на 5 с лишним, под 6 килограмм. Она не срезала у меня. Как правило, она брала почему-то приманку поперек, даже не проглатывая ее. Среза у меня не было. Возможно, может быть такая ситуация при долгой борьбе, но быстрее, я думаю, что щука не то что срежет, а я думаю, что она разогнет кольца, разломает тройники или нахрен чего-нибудь просто выдернет даже. Тут недавно подписчики мне присылали фотографию с воблером, где у бандита, к примеру, нету просто головы с лопатой. С их слов вот так тряханула щука головой. Так вот, больше я опасаюсь на самом деле в Астраханской области, скажем, где я ловлю, не щучьих зубов, а самове щетины или, друзья мои, самових грудных плавников. У сама на грудных плавниках имеются шипы. Шипы с зазубринами в виде пилочек. Вот этими пилочками он запросто может срезать нашу плетенку. Короче, друзья мои, когда есть шанс поимки хорошего сама, ставьте всегда поводок. Ну а кто внимательно слушал, я еще говорил о двух факторах. При троллинге поводок не должен гудеть. Порой это отпугивает рыбу. И поклевки резко сокращаются. Желательно, чтобы поводок не имел сильно большой памяти. Не деформировался. Это также может привести к уменьшению поклевок. Если воблер мы используем не очень большой, это может повлиять на его игру. На месте этого излома происходят небольшие такие, ну как сказать, завихрения воды, скажем так, которые рыба может заметить. Но факт остается фактом. Сильно поврежденные поводки с множеством заломов или с большими заломами рыбу ловят хуже. Ну а теперь, друзья мои, подведя итог, я отвечу коротенько на тот вопрос, который вы мне часто задаете. Какой поводок я использую при ловле троллингом? Итак, я использую поводок метровый или полтора метровый. Поводок должен быть прочный, поводке я должен быть уверен. На сегодняшний момент я использую поводки от компании просто и надежно. Продолжение следует...